Здравствуйте, друзья! Это Анапа и сегодня мое видео для любителей истории. Сегодня у нас 24 апреля 2019 года. Я нахожусь недалеко от устья Анапки и сегодня видео посвящено истории. Когда я был в Чите, то я посетил несколько раз государственный архив и интересовался такими темами, как гражданская война, начало гражданской войны и первые годы после установления советской власти. И сейчас посмотрим. Протоколы общих собраний граждан, сельских советов, списки селений Кулаковской волости и статистические сведения о скоте, сельхозинвентарии и о состоянии посевов и трав. Так, ну не это я хотел вам, друзья, не с этого я хотел начать. Так, сейчас, секунду. Ладно, первые годы советской власти. 1921 год. Фонд Р-384, опись 1, дело 10. Значит, сам документ называется так. Ну, не документ, вернее, а само вот это вот архивное дело. Итак, постановление объединенного заседания Зюльзинского волостного народно-революционного комитета, протоколы коллегии отдела народного образования Нерчинского уезд, Ревкома, съезда представителей Кулаковской станицы Нерчинского уезда. Почему меня интересует Нерчинский уезд и вот именно Кулаковская станица? Потому что казаком до революции, казаком именно Кулаковской станицы был мой дед, дважды Георгиевский кавалер. После революции он вернулся в свое село, ну, как я это могу, так скажем, предполагать. Вот. И мне, конечно, интересно, что же там было, вообще какая там была обстановка. И поэтому я выбирал именно эти дела. Итак, пишет в Нерчинский уездный народно-революционный комитет Дмитрий Подорвинов. Пишет он вот, цитата, «Семья находится на станции Бушулей, где стоимость продуктов дороже в 3-4 раза, чем в Нерчинске». Другая цитата. «На жалование за месяц я смогу оплатить продукты только на 10-12 дней». И он просит получить пропуск в Читу для получения разрешения от начальника военного сообщения на... Ну, то есть, военного сообщения имеется в виду железной дороги. «На получение наряда как служащему Амурской железной дороги, так как перевезти семью в Нерчинск без наряда невозможно ввиду отмены пассажирского движения по Амурской железной дороге». Вот видите, 21-й год. Нарушено железнодорожное сообщение. «Чтобы переехать из одного места в другое, требуется разрешение, значит, вышестоящего начальника». А с ценами на продукты полная неразбериха. В Бушулее они дороже. В Нерчинске они дешевле. Понимаете? И пишет вот человек, подорвинов такой вот, переживает за свою семью. Кстати, о нем еще будет дальше, но я буду читать то, что как вот я дело листал. Датировал он это 3 января 21-го года. На странице 10-й пишет истопник Нерчинского уездкома Алексей Корнеев заявление. Ввиду того, причем, знаете, друзья, вот когда вот эти вот дела читаешь, один пишет с ошибками, другой как-то вот бегло, а у третьего почерк очень красивый, каллиграфичный. Он ставит вот эти вот яти и еры, то есть тогда же была проведена орфографическая реформа, но многие люди еще сохраняли вот написание, орфографию. И в этом тоже было какое-то несогласие с советской властью. И вот как раз вот этот истопник, я замечу, истопник, Алексей Корнеев пишет красивым почерком со всеми ерами и ятями. И пишет он следующее. Ввиду того, что пилка дров на 12 печей длится более 3 часов и столь продолжительное пребывание на морозе в том виде, как я одет, угрожает простудой, прошу вас, товарищ председатель, причем товарищ председатель, выписано очень красивым каллиграфическим почерком, и в этом какое-то такое вот, ну я бы сказал, коленопреклонение, что ли. И вот прошу вас, вас тоже с большой буквы, с вензелем, вас, товарищ председатель, от службы истопника в обверенном вам учреждении меня уволить. 5 января 2021 года. Резолюция вот этого начальника. Причина неуважительная, уволен быть не может. Документ немножко из другого года, из 20-го года, датирован 30 декабря 2020 года, значит, страница 13-я, пишут в Нерчинский уездный народный революционный комитет. Пишут вот что. Ввиду того, что по случаю нахождения молодых людей в народной революционной армии в станице совершенно нет канцелярских работников. И заменить должность станичного секретаря неким. Это о вопросе, о призыве по мобилизации на службу военного секретаря А.Е. Котельникова в уездный народный революционный комитет. Подпись. Председатель Кулаковской станицы, станичный нар Ревком Кривоносов, секретарь Котельников. Страница 15. Документ от 8 января 2021 года. Съезд Кулаковской станицы присутствовало 42 человека от 10 поселков. Возможно, там был и мой дед. А может быть и не был. Что они пишут? Станица наша находится тоже на почве новой строительной жизни. Вот так вот. А работников совершенно нет. Это опять. А вот этом вот Котельникове, видимо, грамотных людей-то тоже было раз-два и обчелся. Вот был у них там в Кулаковской станице такой Котельников грамотный. А его, понимаешь ли, забирают в Нерчинск. Ну, пусть вышестоящая должность, ну, а внизу-то кто будет, как говорится, голова-то тоже умная, нужна. Вот и подписались тоже. Подписи стоят. Кривоносов, секретарь литвинцев. Страница 24. Помните этого Дмитрия Подорванова, который просил перевезти его семью в Нерчинск со станции Бушулей. Вот опять напоминание о нем. Вообще, вот как бы я это вот дело когда листал, понял, что, ну, и жук же был этот Подорванов. Ему дали должность в канцелярии Президиума отдела труда и презрения Нерчинского уездного народного революционного комитета. Комитета, да. И вот он пишет. Он просит отлучиться от работы, так как больны корью четверо его детей. И остальные тоже заболеют, так как в приюте, где они квартируют, все дети болеют. Он обещает вернуться к 28 января, просит, чтобы не сочли его саботажником. Резолюция от 17 января 21 года. Значит, что-то там неразборчивое. А потом в приказе об его увольнении, а ему сообщить. Ну, что-то вот... Короче, он был все-таки уволен. Как вот такой человек, постоянно просящий что-то для себя, просящий каких-то отлучек, переводов. Ну, зато у него, смотрите, была большая семья, только четверо корью болело, а остальные еще могут только заболеть. А он, видите, еще и семянин хороший. То есть, когда читаешь вот эти вот дела, погружаешься в ту эпоху, и вот как-то перед тобой вот вдруг предстают вот эти вот люди. Прямо ты видишь их лица, видишь их, чувствуешь их характер. Это очень интересно, друзья. Страница 32-я. В президиум Нерчинского уездного народного революционного комитета от гражданки Иркутской губернии Усть-Балейского уезда Александры Андреевны Цветковой. Прошение. Кстати, написано оно было очень тоже... А, написано очень грамотно и отпечатано на машинке. В те времена тоже были печатные машинки. Они были давным-давно, еще в начале самого 20-го века. Вот. Так вот, прошение написано на машинке. «Муж мой, гражданин... Гражданин уже, видите. Муж мой, гражданин Цветков Александр Георгиевич бандами атамана Семенова был расстрелян. Я в настоящее время, не имея средств к существованию, покорнейший вас прошу, товарищ председатель, о принятии меня на должность переписчицы при вверенном вам нар-рев-коме, дабы не заставить меня быть жертвой голода. Еще раз прошу просьбу мою не оставить глазом вопиющего в пустыне». Вы смотрите, как человек грамотный, знает Библию, то есть вот такие выражения, как «глаз вопиющего в пустыне», обороты какие интересные. «Дабы не заставить меня быть жертвой голода», что-то такое высокое. И вот, друзья, вот эта женщина, вот как ее можно представить, да, вот эту вот Александру Андреевну, какой ее возраст, мы не знаем, но, возможно, это молодая женщина, красивая, и с хорошим воспитанием, с хорошим образованием. И вот она пишет, просит, бьет челом, можно сказать, к этому председателю обращается, ревкома. А какие были люди-то тогда, а? Они же были порою очень такие сволочные, они могли воспользоваться слабостью и вот беспомощностью женщины. Понимаете, какое унижение люди испытывали вот эта женщина, вот эта Александра Андреевна. И в то же время голод, голод, реальный голод. Она пишет, и она на все согласна. Она просит вот на должность переписчицы всего лишь резолюция отдать в приказ о принятии Цветковой на должность переписчицы и увольнение ЦБ. То есть какую-то ЦБ без разговоров увольняют и все-таки принимают эту Цветкову. 25 января эта резолюция была наложена. Что за ЦБ, кто она была? И все-таки ее уволили, а и почему-то берут эту Цветкову. Но я предозреваю, что она была очень красивой, стройной, интересной женщиной. Страница 41-я. Страница 41-я. Постановление объединенного заседания Зюльзинского волосного нарревкома и Зюльзинской учетно-ревизионной комиссии января 21-го дня 1921-го года. Вот иногда так писали, иногда писали там 21 января 1921-го года, а иногда писали по-старому, января 21-го дня 1921-го года. Значит, суть была в том, что Нерчинску требовалось 150 пудов мяса. Ну, на какой-то период, не знаю, кем эта цифра была установлена, но вот предыдущие документы говорят об этом. Ну, и вот, значит, что в этом постановлении. Были приняты меры к разверстке сказанного количества мяса из селений волости. то есть, партия сказала, надо большевики ответили есть и пошли на разверстку. Есть у людей мясо, нету мяса, взять должны. Так вот, были приняты меры к разверстке сказанного количества мяса из селений волости. При сборе такового с населения волости последнее было перевешено. Я такой думаю, блин, ни хрена себе разверсточка. Население перевешали, мясо забрали. Ну, а потом дальше считаю. Было перевешено и принято в количестве 153 пуда 9 и 1 вторая фунта. То есть, перевыполнили план. Их просили 150 пудов, а они вот вам 153. почти 154, да? Потом вдруг появилась недостача. И пишут дальше. При сдаче такового уполномоченными от волости гражданином Путинцевым товарищу Барбосу. Блин, фамилии вот эти вот. Раньше помните, я когда вот в первом видео вам читал, да? Какие там были фамилии? Полковник, поручик, да? Вот я даже могу сейчас, может быть, найти даже. А почему бы нет? Сейчас найду. капитан Драгомерецкий и Драгомерецкий и второй у нас, кто сейчас? и поручик Кладницкий. Ну как красиво, Драгомерецкий, Кладницкий. А тут, блин, Путинцев сдают мясо товарищу Барбосу. Ай, блин, и фамилии-то такие, и морды, наверное, такие. Ну, представляете, вы можете представить себе лицо капитана Драгомерецкого или поручика Кладницкого? И морду товарища Барбоса. Ну вот. Так вот, при сдаче такового уполномоченным от власти гражданином Путинцевым товарищу Барбосу фактически оказалось 144 тонны и 10 фунтов. Представляете? Блин, сперли. Ну, дальше там идет расследование и якобы виноваты были весы, потому что весы эти были для взвешивания сены и ими как раз и пользовался товарищ Барбос. В общем, виноватых так и не нашли, все списали на весы. Ладно. 26 декабря 2020 года опять немножко старый документ. Проект штата служащих информационного отдела Нерчинского уездного народного революционного комитета. Смотрите, штат. Заведующий отделом один. Делопроизводитель один. Журналист Самая главная должность один. Экспедитор Ну, кто-то должен письма на почту носить. Один. Машинистка Понятно, кто будет печатать все это, что журналист напишет. Одна. Рассыльный один. Сторож один. Это вот информационный отдел. Семь человек. Блин. Вот они откуда начали вот эти вот все большевики штаты раздувать. Один человек грамотный журналист, а остальные все нахлебники, чтобы, как говорится, ну, это так, к слову, конечно. Ну, я тут пометил, может быть, кому-то пригодится, что журналистам тогда вот в этом информационном отделе этого рефкомитета был Гурулев Евграф Максимович, а еще журналистом там служил Рябов Василий Андреевич. Страница восьмидесятая. Благоволите сообщить, находится ли в настоящее время в городе Нерчинске военный контроль, а если он выехал, то куда? Комендант станции Коинга. Резолюция. Военный контроль расформирован, организована государственная политическая охрана. То есть, смотрите, тоже интересно, власть устанавливалась не везде и не сразу, вот эти новые органы. С Коинги пишет комендант военный, то есть, человек в погонах, написано все это красивым тоже почерком, он интересуется, где там военный контроль. Все, отвечают, расформирован. Куда делись, кстати, люди, где они, кто были? Организована госполитохрана, то есть, она все, и военный контроль тебе, и политический сыск, и суд, и прокурор. Ладно, документ на странице 83-й. Такой штамп стоит. Дальневосточная республика, отдел труда и социального обеспечения Нерчинского уездного управления. 23 февраля 1921 года, город Нерчинск. Из доклада. Принимая во внимание важность дела социального обеспечения, переживаемое нами настоящее время, громаднейших недостатков предметов продовольствия и полнейшего отсутствия других товаропродуктов, что главным образом увеличивает процент нуждающихся. то есть нуждающихся и так было много в уезде в Нерчинском. А из-за того, что переживается нелегкое время, имеются громаднейшие недостатки в продовольствии и в полнейшем отсутствии других товаропродуктов, в полнейшем отсутствии других товаропродуктов, то, понятно, в таких условиях процент нуждающихся, естественно, многократно, наверное, был увеличен. На странице 93-й читаем заявление от гражданки Нижнеширонайского сельского селения, вернее, Нижнеширонайского селения Улятуйской волости, а, не от гражданки, от гражданина, Гурулева Якова. заявление. Желаю послужить честно Родине и правительству ДВР, прошу о принятии меня на службу в обверенное вам управление в качестве ученика канцелярского дела. При всем добавляю, что я срок службы 1921 года и в войсках противника не состоял, а до сего времени занимался сельхозработой. Яков Гурулев, 20 марта 1921 года. Человек просится, смотрите, учеником канцелярского дела. Ну, понимаете, в канцелярии, что там, конверты клеить там, печати там, может быть, ставить, что-нибудь там запаковывать, перебирать. Учеником человек просится. Страница 94-я, прошение. Покорнейше прошу вас, товарищ председатель. Вы сейчас узнаете, кто это писал, я уже об этом говорил. Тоже вас, товарищ председатель, красивейшим каллиграфическим почерком. Покорнейше прошу вас, товарищ председатель, уволить меня от службы истопника в уверенном вам учреждении ввиду крайней с моей стороны необходимости заработать в деревне на одежду. Представляете, у истопника не было даже одежды. И чтобы заработать, то есть зарплаты истопника, вот в этом вот реф военкоме не хватало. Даже на одежду человеку не хватало. 28 марта 21 года А. Коренев резолюция уволить. За него приняли Федора Игнатьева, а заявление написал своей рукой Коренев. Ну это я уже так до себя подписал. То есть Коренев когда уже отопительный сезон как бы подошел к концу, то есть 21 марта уже вроде бы как не надо, может быть он дров много заготовил своим ударным трудом. Плюс нашел за себя человека Федора Игнатьева, привел его, сказал вот будет за меня, а вы меня пожалуйста увойте, мне в деревню надо, мне надо в деревню. на одежду заработать, а то тут у вас такая зарплата, хрен что заработаешь. Вот, ну уволили человека, ладно. Фонд Р-15-80 опись 1 дело 3 материалы учета оружия с указанием фамилий и имен и отчеств лиц получивших его протокол о реквизации оружия постановление комиссии об отказе выдачи оружия иностранным подданным. На обложке написано чрезвычайной следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией. Начато 14-го 0-3-го 18-го кончено 12-го 0-5-го 18-го значит там большие списки чего только там не перечислено из оружия ну я тут себе пометил браунинг винчестер винтовка бердана наган бердана пехотная дробовик шомпальный револьвер смит вессон 380 калибр винтовка трех линейка револьвер велотоп какой-то вот я не знаю может быть кто если знает напишите и так вот заявление на странице 5 Алексей Колобовников просит выдать отобранный револьвер браунинг и 7 патронов к нему вот смотрите как он пишет как человек бывший служащий и обремененный большой семьей убедительно прошу выдать мне оружие на руки для самообороны 15-28 марта 18-го года то есть видеть уже человек пишет уже новым так скажем с новой орфографией и даже числа он и старый стиль и новый указывает вот ну то есть полностью лоялен можно сказать к новой власти на обороте гражданин колобовников ни в какой организации стоящей на платформе советской власти не состоит а посему возврат конфискованного браунинга отклонить вот так то есть человек не состоял ни в какой советской организации все значит ты это не наш страница 6 заявление в Нерчинской а интересно очень интересно написано смотрите заявление в Нерчинской в Нерчинскую советскую власть написано дословно цитата во время деспота Николая Второго я неоднократно обращался к его сподвижникам о разрешении мне приобрести для самообороны один револьвер системы Нагана в одни двери мне отказывали а в другие я заходил наконец-то а в другие я заходил наконец-то последовало распоряжение военного губернатора от 14 декабря 1910 года номер 4598 с выдачей свидетельства на приобретение просимого револьвера получение свидетельства я обратился за получением свидетельства я обратился в Москву в оружейный склад Биткова последний с разрешения московского градоначальника от 9 марта 1911 года выдал для меня просимое оружие за номером 27561 то есть смотрите опять же интересно что порядок разрешения получения оружия тоже был достаточно такой непростой то есть надо было обратиться сначала в магазин потом ну вернее оружейный склад потом значит получить разрешение московского градоначальника это вообще конечно дальше он пишет ну как бы аргументирует почему ему нужно вот это вот оружие он пишет становится ясно что теперь можно его грабить а с ограбленным могут быть это он про население говорит а с ограблением могут быть еще и человеческие жертвы и я должен в защиту кричать только одно только одним оружием караул грабят и больше ничего на основании выше изложенного я обращаюсь в советскую власть о немедленном возвращении отобранного револьвера пока я еще окончательно не ограблен и не убит а такое такое тревожное время этого нужно ожидать на каждый день а если это случится и единственное мое оружие кричать караул не поможет тогда я всецело буду обижаться на советскую власть которая распорядилась обезоружить меня окончательно как мирного жителя 15 марта 1918 года беспартийный гражданин Василий Федорович Наделяев писал постановление просьбу отклонить а вот куда одевали оружие конфискованное цитата отобранный револьвер у гражданина Толочкина конфисковать и припроводить в распоряжение штаба Красной Армии для вооружения чинов таковой кроме того лишив навсегда права имения оружия гражданина Толочкиным как употребляющего таковое в дело без всякой надобности председатель комиссии то есть у Толочкина оружие забрали а основание то он его употреблял без всякой надобности то есть в общем-то человек его вообще никак наверное не употреблял он у него лежал спокойно так же как вот у этого Колобовникова он его в 10-м году в 11-м 1911 получил положил наверное его дома где-то в укромное место а в 17-м году пришли большевики и забрали вот вот или отказ гражданину кавалерчику фамилия какая друзья кавалерчик браунинг признать подлежащим конфискации в распоряжении ксениевского совдепа для вооружения защитников революции и рабочей свободы то есть отобрали и для защиты свободы другим передали так ну вот и все друзья ну наверное я дальше читать не буду дома посмотрю что тут еще можно будет в следующий раз зачитать но вот это наша история она интересна изучать ее надо не по учебникам которые советские зазомбированные писали историки вот а вот в архивах и все будет друзья вам ясно вот в этой в этой тетрадке я все записывал ну а сейчас ну что подойду к морю потому что вы досмотрели до этого места значит вам нужен какой-то бонус ой расположился я вот здесь сегодня в кустиках это мой велосипед вот тут я сидел там идет полным ходом стройка ну наверное не успеют они вот в этот может быть первый который вот тут за деревьями может быть и успеют заселить а интересно будет прийти потом сюда вот когда уже заработает этот корпус ну тут народу наверное будет один на одном лежать вот наверное вот эти кусты тоже все повырубают давайте запомним как сейчас это место выглядит а потом пройдет время и мы посмотрим и как оно изменится погода сегодня хорошая теплая ветерок конечно дует ветерок такой вот потягивает потягивает его конечно можно терпеть но в основном вот все вот и вот мужчина идет допустим он капюшон на голове потому что он такой вот нудноватый он и он 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 и он и он Продолжение следует... Мы поедем с тобою на море, Свои чувства тобой переполня, Я тебе подарю эти волны, Что бушуют в бескральном просторе. Это строчки из моего стихотворения, они такие примитивные, конечно. Скоро-скоро я выпущу свою книжку. Ну вот, друзья, это была Анапа. Сегодня 24 апреля 2019 года. Погода хорошая. Вот молодой человек с мечом вышел в шортах совершенно по-летнему. Кто живет в Анапе и любит кататься на велосипеде, давайте, может быть, с вами как-то встретимся, вместе устроим покатушки. Будет, наверное, здорово. Так что жду ваших предложений. Ну и все. И подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео здесь, здесь. Подписывайтесь на мой канал, здесь. Нет, вот здесь вот подписывайтесь на канал, а вот это видео еще тоже посмотрите. Ну, все, всего доброго. До следующих встреч.